мне спросил ты будешь рассказывать про милитаристский тевтонский орден я сказал ну а как же без него если он размещался в этом замке он сказал тогда ты эту свою коллекцию свой музей делай у себя в мастерской там найди уголочек и вот там все это будет размещаться тише тише он говорит ну да я просто вспомнил свою бабушку почему она у меня замуж когда вышла вот второй раз вот ей на свадьбу эту песню написал бабушка да ну и было где-то под 80 нашла 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 себе дедушку такого солидного это ли не глинский это полина его жена они живут в поселке низовью 15 километров от калининграда 500 метров до замка бабуля хорошеет это ж надо ж этот поселок ничем особо и не примечательный много таких калининградской области магазин школа медпункт две дороги одна из них центральная вот и все но есть низовый человек особенный человек каких нет других подобных этому поселках зовут его андрей иванович фамилия баринов преподаватель музейщик реставратор педагог резчик по дереву коллекционер мебельщик един во многих лицах андрей иванович тема интересен чуть позже мы вернемся к нему невеста вот жених бабушка выходит замуж и все спешат поздравить молодых но по некоторым источником по большому счету говорят что от слова владеть то есть владение в основном да по большому счету просто в свое время в немецкой да и давайте так говорить это не совсем немецкий был учетом 13 14 века большому счету да это не совсем тот немецкий который которому мы привыкли и скорее всего просто присобачили окончание до немецкие все да по большому счету там где вода была там ау присобачили на карте на карте на карте на карте 1264 что год основания 1257 свое время народ когда здесь приезжал он не очень сильно обращал внимание наверно к на какие-то исторические моменты просто люди занимали дома просто обживались вот наверное с приездом первых иностранных туристов наш поселок я сама собственно и крица вот еще мелочи бегала они приезжали вот начали ходить смотреть рассказывать что здесь да как было да где вот и как да мы вот этим владеем это как бы наше да вот наше наше все хорошие таким брендом здесь поселке замок теперь да теперь да кстати не без помощи андрея ивановича потому что это была именно его задумка именно может быть человек вот именно этого добивался да и вот у него высвободилось время теперь он пенсионер теперь он не учит патушников не гоняет на полях да и как бы то на самом деле к чему он всю свою жизнь шоу да вот вот это вот его дети почему его сделал это был первый макет вообще по задумке музея у меня лежали коллекции археологии в одной коробке в другой там на переселенцы и так далее так далее но с чего-то нужно было музей начинать я начал с этого макета то есть его сделал по гравюре из книги и дирекцию пригласил сказал уважаемые руководство неплохо бы выделить помещение под музей истории поселка я был воспитателем общежития и каждый вечер общался с ребятами которые на сельхоз работах вечером с ними нужно было проводить мероприятия и спортивные и всякие развлекательные плюс дисциплину порядок уборка прочие прочие вещи вполне такие бытовые санитарные на я им дал возможность заработать это гравюра на которой изображен наш замок но когда я делал макет я это все сделал полностью почему сделал потому что пётр первый царь российский когда он приехал в этот замок он видел его именно таким когда пётр первый на найп кофе увидел что предоставленные апартаменты для великих послов очень красиво обраны и имеет свободном доступе много небольших предметов картины статуэтки посуда и он приказал здесь приказал великим послан всей прислуги состава посольства зашить карман на предложение за воровство вешать на дверях меньшиков сказал придется перевешать все прислугу по дороге в лондон он увидел что монархи европы награждают своих подданных особо отличившихся ценными вещами петр самолично это дело придумал и даже нарисовал хотя медали к тому времени печатались и даже медаль выпущена посвященному этому посольству вышла мы сейчас копию заказали на человеку должен нам подвести хотя подлинник стоит миллион рублей но в общем на есть люди в калининграде у которых они не есть подлинники а вот то что он занимается реставрацией мебели немецкой это вот такая история это правда это правда так по секрету говоря у него весь весь дом ее уставлен то есть мы игрем еще подростками как бы бывали у него в доме у него весь дом абсолютно обставлен старой немецкой мебелью я очень хорошо помню как он ругался до достал приехал к бабке одной гаида гадает есть там у меня комод какой-то где а вот где-то дю в курятники посмотри но такой-то сыраюха такая убитая там куры шмуры там чё только нет это очень достает 4 слоя масляной краски куски резьбы естественно утрачены с чего собственно говоря резьба да то все но и устанавливал приклеивал на место и привозил ну чай будем пить а то вы так увлеклись я еще много могу чего рассказать меня только это заведи вот эти печати кенигсберга найденные на огородах нас поселки но одна понятно две случайно 3 2 извините это уже тенденция и вдалеке отсюда метров пятнадцати в немцы была трехэтажная новая школа и они взорвали в конце 44 года в декабре так вот эти печати они где-то радиусе 500 метров от этой взорванной школы а вот эту медаль серебряную принесла бабушка мария павловна исаева она сажала морковку и граблями эту из грядки выкрепла она знала что это металл серебряная знала и я давал 10 тысяч рублей от которых она отказалась вот она умерла не так давно и мы здесь персонально напишем чей подарок когда здесь существовал учительские семинария с 870 года в этих зданиях то на какой-то курс рукоделия вероятно здесь преподавался и их находят в разных местах вероятно девушки которые учились здесь могли на природе заниматься рукоделием ну а на перске вещь такая шмыгнула и попробуй ее найти но думаю что и детей приучали меч нет нет это я выменял такие оборотные дела что-то я отдаю что-то мне нашли этот меч вкладки кирпичные известного вам самка балька до войны вальдау был тешайшим восточно-прусским городком домики под черепичной крышей аисты коровы сады гостиный двор конезавод семинария городской парк ну и жители впрочем как и сегодня было числом не более тысячи в 1939 году 789 человек в 2010 703 вот это здание через дорогу это семинария учителей начальных классов да как нынче принято говорить я не знаю не помню какой статус у них был германия вот а в советское время сельскохозяйственное училище кстати очень успешно и до прошлого года сейчас здание стоит заброшу где-то около 200 училась до человек 200 300 потому что были то и кто жил постоянно и кто приезжал каждый день с окрестных всех поселков по большому счету и в основном ну как такие детки неблагополучные это дедушка калинин мы пойдем хоть поздороваемся господи извратили памятник а с чего началась ваша экспозицию в частности вот неандертальца началась с того что однажды мне человек принес каменный топор сказал что я вот обработал свой огород маленьким плужком таким и прямо на поверхности каменный логиевидный топор через некоторое время мне пришла идея поспрашивать всех фермеров которые работают землей у кого поля большие и плюс училище птву который здесь размещалась тоже обрабатывали стал пацанов спрашивать вдруг увидите камень с дыркой то несите умнее я буду рассматривать человек приносит вот таких 10 железячек для меня не что время были зеле железячки не говорит вот копая канаву нашел вроде как цвет мед бронза я говорю ну я бы взял у тебя он говорит нет я вот хотел бы продать я у него купил три штуки и вот таких по 100 рублей потом съездил областной музей скворцок константин посмотрел и говорит этот человек нашел клад 10 серпов одном месте лежали звони быстренько ему чтобы клад этот не ушел позвонил и он как сердцем своим археологическим чувствовал что человек издал металлом дело в том что сейчас их можно купить и и даже обменять и прочим просто эти камни мне отдали жители не зомби значит ими пользовались достаточно давно я так полагаю местные жители но я вам скажу что такими штуками пользуются и сейчас у меня есть один хороший друг недалеко живет и он еще пользуется этим жерновым перемалывает ракушки в корм куром но вот в этом разделе я спрашиваю вот про этот ножик вот этот у нас лежащий лежащий такой нож и первоначально мне даже археологи сказали это оружие ламберт это правильный ответ вы знаете почему найти подкова считала счастьем знаете дело в том что человек нашедший подкову счастлив был от того что он и отнесет кузнецу и он из нее сделает все что хотите а люди посчитали что просто какое-то счастье свалится счастье было найти кусок железа нас больше всего здесь радует вот эти две бутылки одна вальдавская витаминизированное молоко название такое давалось только тем фермам у которых удвоен или утроен контроль ветеринарный контроль за животными и тогда это молоко поступало в детские учебные заведения и больницы а бутылка лимонад вальдавский мы сейчас эту тайну пытаемся разгадать но бутылка на вальдау и бутылочку нужно было выпив лимонад вернуть обратно здесь написано с возвратом кстати у каждой бутылки здесь своя история эту поймали не бред ним в районе мамонова а вот соседняя бутылочка это французский апельсиновый ликер и эта бутылка валялась в одной бабушке на чердаке но здесь как раз кулаков владимир иванович к этой витрине прилип а можно я это все сфотографируем и он меня спросил такую простую вещь куда ты это всего достал если посещать коллекционерский сборище там есть люди которые вероятно случайно может быть не случайно но на русские погребальные места попадают не да и копают их иногда даже после археологов и находят хорошие вещи до имеют аппаратуру детекторы и которые пустоты и еще вот эти радары я у них покупаю он мне сказал ты преступник ты делаешь неправильно а потом говорит нет ты хороший человек потому что это все они бы выбросили сейчас археологов есть достаточно такой широкий простор на трактовать какие-то вещи но есть определенные скажем если известно что последний вошь самбов которого звали гланда и фамилия у него была камбелла или фамилия или прибавка гланди он убежал в новгород и принял крещение где стал ваней кобылой это документально да да кобыла у которого пять сыновей было и один из них в родословные генеологическом дереве романовых вам лучше посмотреть вот сюда вот это ожерелье как бы кажется это гирьки весов и эти палочки это весы и очень часто очень часто их находят прямо в этих погребальных урнах но у нас как бы такая абсолютно собственная версия красивая руси верили что на том свете душа улетевшая с искрами и дымом в небо то ее кто-то будет взвешивать а весы нужны каждому свои я думаю что они имели представление что за свои земные деяния надо будет отвечать это захоронение времен первой мировой войны там есть надпись память наших товарищей павших в первой мировой сельскохозяйственное училище здесь появилась собственно говоря где-то в 70-х годах 19 века скорее всего и вот та часть была построена тоже тогда а это именно семинария да а до этого она тоже используется как сельскохозяйственное училище сегодня да здесь жили люди принципе по официальным данным его закрыли под угрозой обрушения необходимости реставрации вот в десятом году передали под управление православной церкви и в общем никакой реставрации на данный момент нет если постройки замок и сам замок сам замок дело в том что как бы первое упоминание о нем то идет 1255 год вот сдали его насколько я помню в 57 то какая история вышла когда тевтоны прикатились в эти края жители окрестных деревень и местные князьки здесь двое князей правили выкатились к тевтонам с просьбой не надо рушить наши села губить наших людей мы отдадим вам заложники наших сыновей только не делайте ничего вот они перешли в христианскую веру 60 1264 году по команде тевтонов здесь заложили что-то типа постоялого двора где останавливались проезжающие по дороге вот то что есть из источников могу сказать по по столу стол 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 в городе гумбинины ныне гусеве выбросились пятого этажа с балкона и он разлетелся на кусочки и поэтому эту столешницу мы уже сделали новую сейчас у меня стоит шикарный стол думаю что лет двести мы есть потому что он был покрыт золотом сусальный драконы и привезем из инстербурга он был сильно утрачен стоял в сарае вместе с углем и мы его даже откапывали чтобы привезти единошки засыпанные были углем а вам доводилось ну по ходу работы собирание музея сталкиваться вот живописи немецкой картин конечно конечно гобелены и картины есть уровня хорошего есть ниже знаю людей в калининграде которые держат великолепные картины их достаточно много в калининграде я их встречаю на коллекционерских сходках которые дома имеют настоящие музеи где все начинают посуды тельтарных вещей диванов сервантов в леостр великолепнейших которые не просто ничего не отдадут они если и отдадут то загнут такую сумму что ни один музей не потянет и и честно говоря вот это какое-то животное жлобство я так называю это что видят только они они этим счастливы потому что это люди другого склада до себе я однажды выторговал 500 рублей мне просто было не то что их жалко было просто было принципиально интересно вот сумея его уломать и мы ходили от машины к смотру этих предметов раз несколько но пять шесть гарантирую я говорю одну сумму на 500 рублей меньше чем говорит он отходим я его убеждаю что ну музей ну нужна ну ладно берет эту вещь в руки и вот это жлобство сыгрывает он говорит нет альбом 30 мая 63 год польская делегация гостях на заводском сельском санкт-технической училищи номер один ну вот какая красота а здесь наверху на третьем этаже замка мы перелистовали альбом но оказалось подводивший незримую черту под предчастию жизни андрея ивановича где были слышны детские голоса доклады на партконференциях окончание бетилеток награды медали эмблемы а в это время внизу в подвальном помещении на первом этаже во внутреннем дворике зарождалась новая жизнь и неважно как ее назвать музейная общественная подвижническая важно другое жизнь без видимые выгоды и корыстного интереса и мы не хотим искать в ней тайного смысла нам только кажется что если такие люди появляются среди нас значит не все еще потеряно деньги вам это приносит приносил ли когда-нибудь если вы спросите у моей супруги она скажет иногда бывает что вполне достаточно и можно съездить и на отдых и прочее но чаще чаще нет я что-нибудь интересное найду и куплю и отдых будет занят реставрацией этой вещи